здравствуйте друзья вторник вечер выборы сегодня уже так почти все итоги подвели не не во всех штатах ну так в основном а я подумал что youtube когда у тебя свой канал и ты смотришь на разную статистику и собственно любой из нас у кого есть gmail аккаунт также точно имеет аккаунт на youtube вот поэтому в принципе вы можете пойти и посмотреть там на все фишки которые на этом аккаунте есть даже если вы думаете что у вас нет youtube аккаунта у вас есть вместе с gmail аккаунт но к чему рассказываю что там есть масса всякого такого чего можно посматривать отслеживать там много много разных параметров кому чего интересно кому чего важно и так далее но в частности есть такая простая вещь как просмотры на видео и у нас их очень много у нас там видео что нибудь четыре с лишним тысячи и поэтому у нас нет таких знаете многомиллионных видео где там было бы три миллиона или пять там или что такое у нас вообще всего на канале за все время там 26 с лишним миллионов просмотров но там приближается к 27 и у нас нет ни одного видео которое было бы там три миллиона или один миллион там или что таких нет вот они так потихонечку полигонечку некоторые лидируют набирая так какую-то аудиторию и вот надо сказать что мы есть некоторый рекорд поставили пару дней назад есть одно видео которое уже имеет 300 тысяч просмотров и она не про путина и не про крым не про америку вообще ни о чем таком это видео это видео называется два крутых вопроса на собеседование там на интервью вот собственно видео просто о том как как задать вопросы вот вам говорят задай вопрос вот у тебя вопросы есть вот что спросить вот это такое видео и вот эти 300 тысяч я хочу сказать что это колоссальное количество потому что я со всех сторон слышу истории как разные люди куда-то ходили и вот поступали так как в этом видео рассказывается и из питера по моему был паренек который куда-то там пошел и задал вопрос там вот какой петом если можно только один вопрос задать какой это вопрос то там как вы видите идеального кандидата для этой позиции но и вот значит менеджер там нанимала тестировщиков и он задает этот вопрос и она когда вы чё сговорились что легать сегодня год там три человека уже один тот вопрос задают вот так что мы этим вопросом произвели какое-то воздействие на отечество вот и из украины тоже народ рапортует там да один рассказывал из харькова паренек что вот он спросил там вот как вы видите идеального кандидата на что менеджер его этого вид портного смотришь ну вот так что 300 тысяч у нас еще у нас вообще пяток видео при перешли за 200 тысяч пяток а вот это значит одно из них из этих пяти которые перевалили за 200 одно вот недавно перевалило за 300 так что вот такое интересное наблюдение и самые популярные наши видео не не о политике не о чем-то таком скандальником нет вот о том как работу искать там еще среди популярных на этой пятерки 200 тысяч ников там еще есть видео о сравнении канады и сша в общем вот так совершенно такой безобидный контент на который миллионы не прибегут вот а так вот только относительно небольшая аудитория для которой я собственно и стараюсь вот такая такая история я раньше как-то знаете больше внимания уделял всякой статистике потому что мне мне было увлекательно азартно знаете был какой-то азарт вот а сколько этого сколько того там смотри а сейчас как-то мне так надоел наверное даже не знаю как наскучило не знаю может быть другие вещи какие-то в голову полезли поэтому я реже сейчас посматриваю и так я сейчас прошу а сколько у нас там подписчиков я знаю что перевалило за 90 тысяч так вот перед тем как сесть в машину смотрю уже 92 даже перевалило ну хорошо 92 и у нас примерно сейчас где-то две тысячи в месяц новых подписчиков вот год назад в это время было три даже три с половиной вот чем это все объяснить я не знаю у меня нет никакого объяснения вот но тут так факт просто я рассказываю вот так что мы в принципе приближаемся к сотне и опять но наверное что там этом есть как всякие юбилей знаете вот вот у меня скоро 60 лет будет и вроде юбилей такой я думаю но мне же не может быть 60 лет ну то есть я я я как бы по паспорту согласен не уйдешь от паспорта там свидетельство о рождении но думаю какой же мне 60 лет я молодой мужик совсем что я там 60 лет вот но так вот уже не считаешь сколько там их есть но вот вроде так юбилей приближать я подумал может песню какую-нибудь написать а то я знаете про юбилейную вроде как подарок такой от меня нашим зрителям на день рождения не знаю светлана и сотрудники они что-то там мудрят с этой годовщиной но осталось недолго я уж там посмотрю как раз сегодня 15 день рождения 28 апреля сейчас 15 марта 28 апреля а 30 апреля вот мы соберемся будем отмечать у нас будет прямая трансляция в перископе будет прямая трансляция в ютубе а будет сниматься видео профессиональными операторами они не мгновенно но в принципе сделают такое качественное видео смонтируют я думаю что довольно продолжительное будет так что мы его тоже повесим чтобы было там для тех кто хотел поприсутствовать да ну что давайте может быть мы к выборам тогда значит существенным было сегодня что сенатор рубио из штата флорида значит проиграл свой собственный штат господину трампу то есть как бы на республиканской улице как бы даже в собственном штате он оказался не фаворе и писали до этого что он всюду там в компаниях участвует только не в родном штате то есть у него такое ощущение сложилось что вот где угодно на нужно то что там его мало знают а здесь ему как бы гарантированно но вот получилось что не так уже и гарантированно вот мы видим то есть трамп его не просто там обошел а так серьезно серьезно обошел раздавил реально и он сегодня же уже и сказал что прекращает участие в компании и в общем на этом вся его история закончилась у трампа сегодня такой день половинчатый он с одной стороны выиграл флориду с девяносто девятью голосами полностью забрал себе всю флориду и резко ушел в отрыв от круза то есть у него был отрыв там сто очков около 100 а сейчас у него уже все 200 вот плюс он практически во всех штатах сегодня там в пяти штатах в остальных тоже довольно успешно действовал и он конечно касичу потерял да штат агайо где касич губернатор но кстати абсолютно не с таким уж прямо жутким там перевесом в пользу касича но штат агайо также как и флорида у республиканцев победитель собирает все голоса поэтому касич вот эти голоса подсобрал и он говорит что вот если бы он проиграл собственном штате то он бы на тоже вышел но поскольку он выиграл то вот это дает ему какую-то там надежду это у него первый выигрыш после 20 там 20 штатов уже проголосовал это у него первая победа то есть непонятно когда вообще он сможет где-нибудь еще победить вот наверное вряд ли это произойдет тем более то там есть намного более мощный человек виде теда круза так что доктор до трампа еще так что посмотрим я когда выходил из офиса там один из штатов один из пяти то есть один из пяти проиграл трамп касичу а еще один из оставшихся четырех там какая-то такая сложная ситуация непонятно было куда чаши весов склоняется то ли нас на сторону трампа то ли на сторону круза то есть может еще так получится что круз выиграет один из этих штатов но все равно как бы очень очень сильное преимущество у трампа он набирает очки и если бы он конечно сегодня еще и и ага и выиграл и уже бы и касич ушел то фактически осталось бы парочка значит труб трамп против круза но не не произошло не произошло деньги у касича есть дают ему денег на эту компанию так что вот он продолжает мы мы не знаем чем все это кончится но определенно в июле когда состоится съезд партийный значит что мы мы конечно узнаем более точно а пока вот только мы следим за развитием чего там будет значит я сегодня получил очень смешное сообщение мне говорят вот вы высказывали сегодня утром в пользу того что трамп значит там как бы своими действиями создает как бы предпосылки для насилия во время избирательных мероприятий и мегат вот там вот посмотрите вот это видео там у человека более объективное мнение это потрясающая вообще фраза то есть во первых я не претендую на объективность я претендую на субъективность вот это я это я точно претендую на объективность нет кроме того прежде чем я посмотрю на там и скажу что-то вам я посмотрю на много разных мест я посмотрю сам я почитаю чего люди говорят на основе этого у меня складывается мнение то есть эти слова объективный или более объективный переводится на русский язык как более соответствующий моему мнению вот на что мы ему мнению ближе к моему мнению то более объективно то что дальше от моего мнения то менее объективно вот забавно забавно вот к вопросу об объективности значит ну что же я так можно сказать домой приехал и считаем что мы потрепались немножко и значит до след до очередных встреч на нашем канале